Детсады, школы и поликлиники будут строить вместо заброшенных объектов в Алматы. В городе насчитывается 50 простаивающих зданий. В основном это производственные базы, недостроенные дома и пустующие участки. Ранее глава мегаполиса предложил решить проблему по-хозяйски, привлечь бизнес и инвестиции. Это позволит создать рабочие места и обеспечить поступление в бюджет. Одно из забытых зданий, бывший кинотеатр «Юность», решено превратить в библиотеку. О сроках реконструкции полувекового строения узнавала Дина Женобекова. Более полсотни заброшенных строений в мегаполисе превращаются в руины. Многие из них были возведены еще в середине прошлого века. Когда-то в этих постройках располагались галереи, дома культуры, библиотеки и театры. Сегодня бывшие арт-объекты постепенно становятся местами скопления бездомных людей и животных. Среди них и некогда известный кинотеатр «Юность». По словам жителей Ауэзовского района, здание бывшего кинотеатра пустует более 10 лет. За эти годы заброшенное строение заселили бомжи и крысы, возмущаются горожане. Алматинцы просят найти разрушающиеся постройки, новое применение. Для детей, да, наверное, спорткомплекс какой-то можно. Можно садик, наверное. Надо занимать здание, оно стоит просто, место занимает. В управлении государственных активов Алматы сообщили, что знают о проблеме. Компетентные органы начали подготовку необходимых документов. После утверждения плана на месте бывшего кинотеатра появится новый социальный объект. Пока предварительно мы думаем, что может откроем там библиотеку для нужд населения, либо какие-то кружки для детей. Данный объект мы планируем использовать исключительно в социальных целях. Когда именно начнется строительство, пока не ясно. Но то, что реконструированный объект принесет больше пользы городу, вполне вероятно. Дина Жанобекова, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы.